Около 15 женщин из семи областей грозили поджечь себя, если им не отменят долги по процентам, накопленные за три года. С самого утра они находились в здании Айлокмуту, села Пригородная Аламединского района, и держали в напряжении всех местных чиновников, а также области и даже правительства. С собой гражданки принесли бутылки с бензином и газовый баллон. На такие действия, как говорят сами жительницы, их толкнула сложная жизненная ситуация. Они заявили, что большинство из них – матери-одиночки. Ранее, чтобы начать зарабатывать, они брали деньги в кредит у некоторых частных лиц и коммерческих банков. Вернуть их не могут. Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила им заработать, а напротив, ввергла в ещё более трудное положение. «Мы, как все матери, хотим быть простыми, хорошими хозяйками. Мы что, не имеем права? Уже как 30 лет Кыргызстан в бесконечных долгах. Из-за этого многие сограждане уезжают за границу. Некоторые продали свои почки. А теперь инвалиды. Внутри здания 15 человек. Это крик души. Мы ничего не трогали. Все документы и даже посуда – всё на месте. Наше первое требование, чтобы банки не забирали последний дом у человека, который оказался в залоге. И ещё требование, чтобы кредиты не были более 3%. Ну почему у нас нет зарубежных банков, которые выдают кредиты под 1%? Есть только один такой банк, но он для чиновников. Простой народ не может им пользоваться. Пока 15 женщин забаррикадировались внутри здания и вели переговоры через окно, рядом во дворе стояли и другие сторонницы участниц акции. Они рассказали, что тоже хотели примкнуть к протестующим, но милиция их не пустила. Они также находятся в удручающем финансовом положении и не видят другого выхода, как облить себя бензином, дочеркнуть спичкой. По словам сторонниц, они несколько дней пытались обратить внимание властей на свою беду, стоя с плакатами перед зданием правительства. Буквально ночевали там, но эффекта это не возымело. Кредитная петля продолжала затягиваться на их шее, пожаловались женщины. Вот и пошли на такой радикальный шаг. «Мы несколько дней подряд стояли у Белого дома и дома правительства, но к нам никто не вышел и не выслушал нас. Мы вынуждены были пойти на этот крайний шаг, чтобы нас услышали». «Мы тут сидим, сменив белые платки на чёрные, выражая боль всего народа. Мы готовы сжечь себя. Пусть придут представители власти и решат наш вопрос с кредитами. Пусть они не забирают единственные дома у людей. Пусть все дома, которые отобрали во время пандемии, будут возвращены владельцам». А между тем, работа администрации в связи с такими обстоятельствами была приостановлена. Местные жители приходили в Айлок-Моту, чтобы решить свои насущные проблемы, но были вынуждены уходить без результата и откладывать свои срочные дела. «У нас тоже есть свои дома, и мы пришли сюда за справками. А из-за случившегося мы не можем получить их. Мы не против этих женщин, но нужно скорее решить эту проблему с захватом, чтобы мы тоже не остались с проблемами». Угрозы себя поджечь настолько были убедительными, что к месту сельской администрации стянулись силы милиции и МЧС. Само здание оцепили. Переговоры с решившимся на такой отчаянный шаг с женщинами вели представители Чуйского ГУВД и Назбанка. Близ здания находились медики. Женщины планировали стоять до самого конца, пока проблема не будет решена. И периодически накаляли обстановку. Ближе к обеду на место происшествия выехал полпредправительства в Чуйской области Эркин Тентишев. Он сообщил, что президент Садыр Джапаров и премьер-министр Улугбек Марипов в курсе происходящего. «Премьер-министр в курсе, Садыр Нургоджович в курсе. Садыр Джапаров сказал, что вопросы нужно срочно решать. Я с президентом говорил два раза. Сейчас ведем переговоры с женщинами». К месту событий также прибыл и представитель Национального банка. Он сказал, что ранее в общественные приемные аппараты правительства с этими женщинами уже разговаривал. Им разъясняли, что этот вопрос нельзя решить одним махом. Каждый случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. «Было предложено в индивидуальном порядке, так как это является гражданскими правовыми договорами между заемщиками и коммерческими банками, было предложено решать каждый вопрос индивидуально и обратиться в Национальный банк для решения этих проблем. Мы предложили именно организовать площадку для переговоров с коммерческими банками для принятия займовыгодных решений, как для заемщиков, так и для кредиторов». Чуть позже для ведения переговоров к зданию, которое захватили женщины, прибыл вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков. Одна из участниц акции заявила ему, что женщины три дня митинговали в столице, но на них тогда никто не обратил внимания. Кармышаков принялся уговаривать участниц акции, прекратить шантаж и начать искать конструктивные пути выхода из ситуации. Уговорить смог и с двумя женщинами поехал в Бишкек для встречи с премьер-министром Улукбеком Мариповым. Другая часть женщин осталась в здании, ждать результатов переговоров. «Я поговорил с женщинами. Сейчас мы с несколькими из них поедем к премьер-министру. Они здесь рядом уже стоят, и там продолжим переговоры. Что-либо смогу сказать только, когда вернемся после переговоров у премьер-министра». К счастью, переговоры прошли, можно сказать, успешно. И акция закончилась без жертв – человеческих и материальных. Здание тоже не пострадало, не сгорело, не подверглось штурму. Женщин убедили дождаться субботы, когда вместе с премьер-министром Улукбеком Мариповым они обсудят каждый конкретный кредит и его условия. А также, что с этим можно сделать. Обнадеженные обещаниями женщины покинули здание Айлок-Нуту. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев отметил, что сейчас женщин за захват здания администрации наказывать не будут, раз премьер сам взял под контролем ситуацию. «А вы не боитесь, чтобы прецеденты и другие также пойдут, если их не привлекут к ответственности за захват государственного здания? Так вы хотите, чтобы мы арестовали их?» «Мы не хотим, мы спрашиваем, что вы будете делать дальше, если такие женщины снова придут захватить другое здание?» «Я всего лишь губернатор. Есть президент, есть премьер-министр. Премьер-министр лично сам проводил с ними беседу, поэтому, наверное, он нам сейчас скажет, что нужно делать дальше». Но исполняющий обязанности главы ГУВД Чуйской области Саппар Аценалиев отметил, что ответственность всё же будет согласно действующим кодексам, чтобы такие действия не стали прецедентом и завтра таким же ультиматумом другие граждане не вынуждали решать их проблемы.